Всем привет, с вами Вячеслав Боленков и в этом выпуске мы раскроем актуальные бизнес-идеи на 2016 год. А перед началом ролика рекомендую подписаться на канал, чтобы получать новые вдохновляющие и полезные выпуски. Ну а мы поехали! Если вы придумаете какой-то проект, который впоследствии будет решать чью-то проблему, то опирайтесь на целевую аудиторию, которая характеризуется не на эмоциях и желаниях, а реальными физическими действиями. Это важно. Что касается массовости и доступности, то тут есть такой важный нюанс. Ваш продукт или услуга должны быть доступны как можно большему числу людей. Лучше открыть что-то вроде Икеи, куда ходят десятки тысяч людей и покупают относительно дешевые товары тысячами в день, чем какой-то салон люксовой мебели, где один диван стоит от миллиона рублей. Конечно, второй случай тоже имеет право на существование, но у вас больше шансов именно в случае массового и доступного максимальному количеству людей продукта. Давайте же я поделюсь топ-десяткой идей для бизнеса, которые успешно запустились, но еще не успели набрать распространенность в России. Идеи, приближающие к концу выпуска, все более интересны с точки зрения необычности и неплохого старта, поэтому сядьте поудобнее и получайте удовольствие до конца выпуска. Идея номер десять. Реставрация старых вещей. Как ни удивительно, но вновь зарождается тренд реставрации и ремонта вещей, которые были в употреблении населения долгое время. Это касается и мебели, и одежды, и обуви, и так далее. Связано это с тем, что денежная масса в стране уменьшилась, и потенциальные потребители начинают думать, как оптимизировать свои расходы. В такие времена начинают расцветать всевозможные отели пошива и ремонта одежды, и организации, которые смогут апгрейдить мебель без необходимости покупать новую. В Крысе всегда так было, и практически нет предпосылок, что будут какие-то изменения в этом сегменте. Так что рекомендую подумать в эту сторону. Идея номер девять. Кассы самообслуживания. Кассы, на которых человек может самостоятельно оплатить покупку, в России не очень распространены. В Европе и Америке такие помощники стали появляться в крупных сетях еще в 90-х годах. А до нас эти технологические новинки начинали доходить только сейчас. К сожалению, у нас в стране нет производителей, которые бы могли предложить рынку свои готовые кассы. Поэтому, если вы захотите развивать бизнес по продаже этого оборудования, то придется выходить на зарубежных поставщиков. Дело довольно сложное, поэтому этот путь для тех, кто не боится трудностей. Как обычно, для начала нужно найти клиентов в торговой сети, которые готовы установить островки самообслуживания. Ну а уже потом искать поставщиков и договариваться о партнерстве. Идея номер восемь. Бизнес на дорожных пробках. Машины с года в год меньше не становятся, а дороги, само собой, в большинстве своем расширить нельзя. Поэтому многие крупные мегаполисы задыхаются в пробках, в которых люди теряют десятки и десятки часов своей жизни. Предприимчивые люди уже давно поняли, что скопление людей в пробке – это хорошая целевая аудитория для продажи каких-нибудь своих товаров. Зайдите на Алиэкспресс в разделе «Товаров для автолюбителей» и обнаружите кучу безделушек по приемлемой цене, которые можно продавать в качестве тех самых вов-товаров водителям и пассажирам, которые томятся и не знают, чем себя занять. Такого рода бизнесом можно нанять студентов и людей, которые ищут подработку и управлять ими. Идея номер семь. Выставка 3D-картин. Довольно простая и в то же время новая для российского потребителя идея развлекательного бизнеса. Снимаете какое-то пространство, можно в галерее, можно в торговом центре, или еще где-то в 100-150 квадратных метров. Вкладываете финансы в изготовление этих самых 3D-картин и проводите выставку, предварительно проведя рекламную кампанию. Примерный бюджет на организацию составляет в районе 300 тысяч рублей. Отбиваете все буквально за 3-4 месяца и дальше идет прибыль. Так как идея новая, то многие города еще не видели ее исполнения. Тем временем уже появились готовые пакеты франшиз таких выставок. Вам решать покупать готовое или делать саму с нуля, используя информацию из интернета и других источников. Тема довольно интересная. Идея номер шесть. Экомойка. Экологическая мойка автомобилей подразумевает собой отказ от сброса грязной воды в канализацию. Основная проблема сейчас заключается в том, что лучшие места под мойку машин уже заняли. В центре города вы вряд ли сможете найти что-то достойное для аренды, поэтому новые точки открываются где-либо за городом, либо в гаражных кооперативах, либо в промышленных районах. Это достаточно далеко и не всегда окупается. Что же делать? Открываться под боком, где существует большой транспортный трафик и нет возможности быстро помыть машину. В экомойке мы видим два тренда, которые будут рулить. Это собственно сама экологическая мойка и сухая мобильная мойка. Идея номер пять. Кабины для курения. Если есть бюджет, то это проектирование и производство. Если нет, то продажа. Так как курение в общественных местах запретили, то многие заведения, кафе, рестораны, клубы начали задумываться о том, как организовать места для курения. Поговаривают, что меры по борьбе с курением будут только ужесточаться. И депутаты рассматривают множество законов, которые эти меры поддерживают. Курительные кабины – это отличный вариант для решения этой проблемы. На российском рынке достаточный пул производителей, из которого можно выбрать того, с кем можно сотрудничать по партнерскому договору. Партнерство в таком виде бизнеса – стандартная схема, при которой вы приводите клиентов и получаете процент за свои услуги. Кабина стоит от 150 тысяч рублей, поэтому можно заработать хороший процент, если организовать постоянный приток клиентов. Идея номер четыре. Печать фото из Инстаграм. Еще один новый тренд – это автоматы, которые позволяют печатать фотографии из ваших аккаунтов в Инстаграм. По сути, это вендинговый бизнес, который не требует большого числа людей и личного присутствия. Все, что нужно – это купить автомат. В данный момент очень много реализаций присутствует на рынке, осталось выбрать. Найти проходимое место, взять его в аренду и подключить автомат к интернету. Достаточно Wi-Fi. Одно из главных условий – это попадание в целевую аудиторию. То есть, грубо говоря, такой автомат, в отличие от кофейного, не поставить на заправку. Нужен какой-нибудь фудкорт в торговом центре или место, где питает молодежь в возрасте от 14 до 25 лет. Те же учебные заведения должны неплохо зайти. Замечу, это тоже весьма неплохо. Идея номер три – парикмахерская для мужчин. Это мегатренд, который, скорее всего, перекочует из 2015 года прямиком в 2016. Число мужчин, которые следят за своей внешностью, с каждым годом становится все больше. Спасибо медиа и гламурным журналам. Парикмахерских, заточенных под мужскую часть населения, у нас в стране долгое время не было как класса. Были просто отдельные комнаты и залы. И вот только недавно стали появляться брутальные, стильные оформленные помещения, где мужчины стригут мужчин, а другие мужчины играются с опасным лезвием, чтобы побрить третьих. Надо сказать, что предложение появилось благодаря спросу, который привел к тому, что уже стали появляться франшизы таких мужских парикмахерских. Поищите в сети, это не составит особого труда. Вам остается лишь найти пару классных мастеров и соответствующим стилем оформить помещение. Тут, правда, есть нюанс. Такие парикмахерские, на мой взгляд, актуально открывать в городах с численностью населения от 500 тысяч человек. Иначе могут быть проблемы с поиском клиентов. Учтите этот момент. Идея номер два. Служба аварийных комиссаров. После того, как 1 июля 2015 года вышел новый закон о ДТП, если быть более точным, то появился новый порядок оформления дорожных происшествий, который облегчает всю процедуру в легких случаях. Сотрудники ДПС перестали выезжать на место аварии, если был нанесен небольшой ущерб. Но количество аварий не уменьшилось. А оформлять аварии документально, если есть значительный ущерб, а в то или спорный случай, многие люди не умеют. И, возможно, вы заметили, что довольно давно появились специальные службы аварийных комиссаров. Они очень быстро приезжают на место ДТП и оформляют все документы по регламенту. Благодаря изменениям летом в 2015 году у бизнеса аваркомов открылось второе дыхание. Спрос на такого рода услуги вырос в разы. И вот победитель нашего топа – бизнес-идея номер один. Кафе в темноте. Эта бизнес-идея пока что имеет небольшое распространение, поэтому смеем предложить в вашем городе таких заведений либо практически нет, либо их число равно нулю. Если, конечно, вы не из столичного региона. Это обычный ресторан или кафе с одной лишь разницей. Внутри полностью отсутствует свет. Посетители с вашей помощью добираются до места, заказывают еду по определенной схеме и кушают в полной темноте, полностью отдавая своим внутренним ощущениям. В качестве официантов часто работают люди, которые не имеют зрения с самого детства. Получается, вообще полезный бизнес, о котором, скорее всего, напишут все местные СМИ. Итак, это был топ-10 бизнес-идей на 2016 год. И не забывайте, что даже самые невероятные идеи не станут успешны без вашего долгого и трудного пути. Подписывайся на канал, чтобы получать новые вдохновляющие и полезные выпуски. Напиши свою идею в комментарии, которая может стрельнуть. А если понравился выпуск, поставь лайк и поделись этим видео с друзьями. С вами был Вячеслав Буленков и до новых встреч!